От первых занятий балетом до выступлений на сценах мирового уровня. Историю жизни своего отца Мариса Лиепа рассказала Илза Лиепа. О них народный артист СССР написал в своих мемуарах. Эти рассказы становились своеобразным объявлением концертных номеров. Своим талантом самарского зрителя радовали ведущие артисты балета России. Для меня и для нашего спектакля большая честь, радость и волнение представлять его сегодня здесь, в Самаре. На сцене замечательного театра. Особенно это повествование было интересно начинающим артистам балета, детям и подросткам, чтобы было на кого ориентироваться на пути к большой сцене. Мы пришли посмотреть на творчество Мариса Лиепа и послушать его биографию и узнать новое. Потому что я хочу стать балериной, и это очень интересно. Большой многожанровый спектакль-концерт «Мой отец Марис Лиепа» стал финальным аккордом фестиваля искусств «Волжские сезоны», который собрал на несколько дней начинающих танцоров со всего региона. Ребята демонстрировали свои навыки и учились новому на мастер-классах. А победители конкурсного отбора блистали на сцене наряду с ведущими артистами России, которые позже танцевали и в рамках спектакля-концерта. Самое главное, что это еще большое такое творческое общение наших коллективов с Эльзой Марисом и с мастерами, которые дают замечательные мастер-классы, творческие встречи. И, конечно, это в том числе и образовательный проект. В зале среди зрителей присутствовал и Андрис Лиепа, тоже народный артист России. Он, концерт, посвященный его отцу, смотрел впервые. На его основе он создаст концерт-постановку в Москве, приуроченной ко дню рождения Мариса Лиепы. Ему бы еще творить и творить. Он был замечательным педагогом, он был замечательным хореографом, он был замечательным наставником. И это все, конечно, к сожалению, не продлилось в его качестве, но мы, как дети, продолжаем эту замечательную традицию. Среди участников концерта в будущем, возможно, будут и победители волжских сезонов, которые станут артистами знаковых театров. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.